Воздуха хватает? Да. Отлично. И сворода более чем достаточно. В коронавирусной палате медики оценивают состояние больного. Этот ролик сняли врачи БСМП. Его главный герой, которого нужно знать в лицо, врач Владимир Черных. Он, как и еще 84 сотрудника, живет в больнице с 20 марта. Держится стойко. Мы не боимся, я лично не боюсь работать с этими пациентами, потому что самое главное быть защищенным. Боевое крещение в БСМП уже несколько недель проходят и студенты медуниверситета. Они тоже оказались заперти в инфекционном отделении. В первое время было очень страшно. Пациенты спрашивали даже, страшно ли вам, когда мы работали с ними и заходили в боксы. И я отвечала, да, действительно. Но потом как-то страх ушел, просто выполняли свои обязанности. И все. Коронавирус продолжает радикально менять и нашу жизнь. К примеру, жителям Железногорска теперь нужно предъявлять пропуск не только для въезда в город, но и для выезда. У водителей измеряют температуру. Результат – огромная пробка. Это выезд Железногорска. В этом году не будет проводиться фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском. В Красноярске антисептиками обрабатывают подземные переходы и улицы. А мэрия объявила об отмене всех массовых мероприятий на май и июнь. Это пока не касается праздничного шествия на 9 мая и бессмертного полка. Но едва ли власти решатся собирать вместе тысячи людей в ближайшее время. Глава федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова, сегодня спрогнозировала пик инфекции. Он придется примерно на 20 апреля. И в верхней точке распространения Россия будет примерно до середины июня. Дальше начнется спад, который продлится еще несколько месяцев. Чтобы красноярцы не паниковали от таких прогнозов, открыта горячая телефонная линия психологической помощи. Работает каждый день с утра и до 17.00. Чаще всего обращаются с тревогой, беспокойством и даже иногда с паническими состояниями, связанными с тем, что, во-первых, СМИ очень много говорит и информация не всегда понятна. А во-вторых, что чем-то нужно себе помогать. Еще одна горячая линия принимает жалобы на коронавирусных спекулянтов. Туда можно обращаться, если вы заметили скачки цен или дефицит товара в первой необходимости. Российских туристов продолжают вывозить из-за границы. Очередная группа может вернуться из Бангкока в Красноярск 11 апреля. Как минимум пару недель по прилету им придется сидеть в заперти. А вот так житель Норильска борется с запретом на выход из дома. Вместо собаки он решил выгулить кота прямо по сугробам. Антон Попов, Новости Прима. Мы за тебя. Субтитры создавал DimaTorzok